Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. С наступлением осени, когда мы начинаем кутаться в теплые шарфы, люди моржи открывают купальный сезон в холодной воде. Сегодня у нас в гостях настоящий морж Виктор Ларионов, председатель Федерации закаливания и зимнего плавания. Скажите, чем моржи и так привлекает холод? Это дает нам энергию, ее здоровье, хорошее настроение, эндорфины гормона счастья, столовые клетки вырабатываются, капилляры восстанавливаются, мощный иммунитет. Мы с тренировки возвращаемся очень бодрые, энергичные, как будто помолодели, как дети. Почему вы начали заниматься моржеванием? Это было совсем случайно. Я занимался бегом, увидел, что рядом со мной бежит толпа мужиков в трусах и кедах. Удивился, разговаривался, они меня на ходу сагитировали. Расскажите о правилах моржевания. Как нужно себя приучать к холодной воде? Можно ли сразу туда лезть в прорубь или нельзя? Это у всех по-разному. Одни могут сразу, другие в течение года. Могут даже тяжелобольные люди, но не сразу. Много ли у нас в Брязани моржей? Ой, у нас их всего 20. А в Финляндии 200 тысяч моржей. 10 тысяч раз больше, чем в Рязани. Расскажите, что вы чувствуете, когда в холодной воде бываете, когда в снегу поболяетесь? Какие чувства испытываете? Какие у вас ощущения? Когда я залезаю, немножко иногда тревожно. А когда вылезаю, это эйфория. Эндорфины, гормоны счастья срабатывают. Настроение резко поднимается. Чувствуешь такой восторг. Но это трудно описать. Надо попробовать. Некоторые даже знают, когда на крещении были, что это такое. Вы сказали, что случайно стали моржом, бежали за группой, она начала купаться в холодной воде. А как постепенно это происходило, закаливание? Или сразу вот в холодную воду вы опустились? Для меня это было постепенно. Потому что я был очень мерзлявым. Я даже дома надевал два свитера, шестяные носки. Даже хотел уехать из Рязани в теплые края. Поэтому мне пришлось месяца три закаливаться. И потом уже докупались до холодов. Ну да, сейчас у меня совсем нет без проблем. Давайте посмотрим, что думают по поводу закаливания зимнего плавания врачи. Моржевание может быть дает наибольший эффект с точки зрения приспособления организма к действию низких температур. Мы видим очень четкий перекрестный эффект, который выражается в том, что привыкание приспособления к действию холода, оно довольно быстро вызывает и приспособление к противодействию инфекции. Нужно помнить, что 30-секундное пребывание в проруби повышает потребность головного мозга в кислороде в 6 раз, а сердце в 5 раз. То есть на 600 и на 500 процентов. Поэтому далеко не каждый, даже здоровый человек, может быстро подойти к моржеванию. И тем паче нельзя ожидать очень большие результаты от моржевания. Может развиться инфаркт, инсульт. В конце концов изнашивается иммунный статус. Это мнение врачей. А что вы думаете по этому поводу? Я уже видел подобные комментарии. Врачи утверждают, что закаливание изнашивает иммунный статус. Я занимаюсь 28 лет. У меня иммунитет такой прекрасный, что вирусы гриппы духнут за несколько часов. Другие люди занимаются и даже по 30, и по 40 лет. Мы не пользуемся ни таблетками, ни лекарствами. Вакцины нам не нужны. А что касается ивановцев, есть ли среди вас ивановцы? Или вы совмещаете и купаетесь, и занимаетесь по системе Иванова? И система Иванова, и Колгушкина мы все используем. Мы люди очень образованные. Мы все принимаем. Приходите к нам, мы всему научим. И любым может стать моржем. Кто к вам ходит? Средний возраст рязанского моржа где-то 50 лет. В 80-е и 70-е годы были у нас и студенты, и курсанты. А сейчас молодые бегают за Клинским. Они говорят, мы на это не способны. А сколько вообще в воде вы находитесь такой холодной? Ну минут 20 могу. Мои товарищи некоторые могут и больше. Мы должны плыть в марафон Анапа в Сочи в 2014 году на Олимпиаду. То есть вы будете участвовать? Надеюсь. 20 января 2014 года в городе Анапа состоится чемпионат России зимнего плавания. Он будет идти 7 дней. 27 января начнется марафон Анапа в Сочи. Будут плыть моржи 300 километров. Из Анапы в Сочи с упражнением теплохода, катеров будут показательные выступления на Олимпиаде. Это нужно, чтобы зимнее плавание стало олимпийским видом спорта. А пока она не олимпийский вид спорта, ее нет даже в реестре видов спорта. И поэтому она не поддерживается государством. Это инициатива Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания России. Мы ее региональное отделение. Мы должны там участвовать, чтобы в Рязани был Всероссийский фестиваль зимнего плавания. Это будет в 2015 году. На это уже есть поддержка Министерства обороны, администрации города согласны. Я знаю, что сейчас вы работаете над проектом «Рязанские моржи». Расскажите, что он собой представляет. Цель проекта – сформировать в районах Рязанской области клубы зимнего плавания. Наша гидбригада будет выезжать в районы, делать показательные выступления. За это нам будут обеспечивать обед, транспорт, конференц-зал. Администрация области сейчас решает проблему, чтобы дать нам для этого средства. И районные власти, надеюсь, помогут. Подобные проекты есть в других областях. Я знаю, что вы сами уже бывали на Всероссийских фестивалях. Как вы там выступили? Мы выступили вполне достойно. Медали там получили мастера спорта по плаванию. Но мы проплыли по времени и по расстоянию даже больше всех. Мы даже за один день два раза участвовали в марафоне. Мы показали себя очень хорошо. У нас было там всего двое. Что в ваших ближайших планах? В ближайших планах? Поучаствовать в чемпионате, заплыве от Анапы до Сочи. Организовать фестивали, проекты. Позаботиться о здоровье народа. У нас же... Мы по рейтинг здоровья на 97-м месте. И кого мы можем догнать таким здоровьем? А молодежь у нас тоже очень хилая, слабовоспитанная. Надо позаботиться о здоровье нации. Это наш долг. Спасибо за беседу. Спасибо, что пришли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам здоровья и бодрости духа. До скорой встречи в эфире. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова